всем здравствуйте я рада видеть вас на своем канале ну что ж сегодня будет именно тема про удобрения конечно об этом даже на моем канале уже говорилось очень много раз но все равно повторением мать учения как мы это все знаем представлены перед вами несколько орхидей и несколько удобрений и я хочу вам еще раз показать в какой момент я удобряю свои орхидеи начинаю вносить им удобрения смотрите давайте вам поближе покажу и расскажу какие есть стадии роста орхидей в какой момент нужно удобрять а в какой момент уже не стоит вам представлены 3 орхидеи которые вот эту орхидеи цветущую я уже не удобряю изначально да здесь были буйские удобрения изначально я ее удобряла но посмотрите конечно как орхидея может быть связи с тем что у нее были именно буйские удобрения может быть не с этим связано не знаю в общем хорошая красивая пышненько такое цветение два раза я вносила буйские удобрения как только она у меня распустила свой первый цветочек я ее уже сразу перестала удобрять то есть цветущие орхидеи я вообще не трогаю конечно вообще как бы существует такое что если изначально орхидеи вот как удобряли но из раза в раз и каждый раз удобряли удобряли они даже начинают далее удобрять уже цветущую но знаете пойму ему мнению если орхидея уже начинает цвести то значит ей уже всего хватает также допустим можно где-то и переборщить с удобрением и орхидея может начать скидывать свои цветочки поэтому зачем лишний раз тоже к ней лезть и лучше всего оставить так как есть и вообще орхидеи не трогать помимо полива с обычной водой хочу маленечко вам похвастать и показать мою красивую орхидею сорта орлики цветочек у нее не такой уж и крупный сколько сантиметров 7 но красоты не убавляет нискоречко растет она в ответвлении то есть у нее есть еще боковой цветонос смотрите какая какая красота вот скоро еще один бутончик выпустит и покажу его во всех своих социальных сетях какой же он красивый и стоят у меня вот такие две красотки в общем вот а кстати они обе были мне отданы и что я хочу про них рассказать что вот эту орхидею я уже удобрять наверное не буду а эту орхидею мне необходимо именно сейчас носить ей удобрение но понятно почему потому что она сейчас начала выпускать свой цветоносик вот он он и для того чтобы орхидея пышно цвела и цвела дольше ее нужно будет удобрить вот это миничка она я так предполагаю что в скором времени должна зацвести потому что она уже хорошо адаптировалась крышечка у нее новые есть у нее все хорошо и я ей даже вот в первый полив я ей дала именно вот такой тоник который содержит витамины энтарную кислоту энтарная кислота насколько мы все знаем это именно стимулятор стимулятор но иммунодемулятор дает иммунитет и также хорошо помогает адаптироваться при каких-то стрессах при различных но витамины это все мы понимаем что такое витамины это тот же то же самое удобрение вот она уже это орхидея два раза до два раза она уже была удобрена данным тоником и при этом чувствует она себя хорошо можно вообще орхидеи не трогать то есть поливать ее обычной водичкой сейчас конечно как только орхидея адаптироваться чувствует себя прекрасно я может быть буду ей раз в месяц давать именно этот тоник так как она хорошо к нему приспособилась как и буду ей давать а может быть и буду вносить ей какие-то различные другие удобрения ей до удобрения вообще на данный момент давать можно потому что она у меня не реанимационная она не какая-то больная она хорошая здоровая нормальная орхидея которая наращивает себе корневую и наращивает себе листья и знаете ну вообще конечно даже по инструкции всегда удобрение нужно давать через полив не то есть там раз в неделю раз в 10 дней через полив ваш полив может осуществляться там вообще у кого-то но если конечно через три дня осуществляется полив то лучше всего конечно поливать с удобрением именно хотя бы раз в неделю раз в 10 дней вот раз в неделю раз в 10 дней у меня вот у меня вообще даже бывает раз в две недели полив соответственно я через полив даю им удобрением но тоже где-то не всегда если честно так сказать бывает что вообще раз в месяц даже ну в общем этот момент понятия и знаете вот еще допустим сюда вот можно внести этой орхидеи вот такой вот есть тоже тоник который содержит лактата хитозана это биологическое удобрение и вы знаете что здесь пишет данным производитель наверное же не просто пишет экстра цветение что такое экстра экстра это быстро то есть быстрое цветение я так предполагаю если кто-то пользовался данным спреем можете мне написать ну конечно тут написано все как и везде активация роста защита от заболеваний снятия стресса так увеличение количества бутонов интенсивности тени и так далее а вот к этой орхидеи если сейчас буду применять его то в скором времени у меня должен нарастить цветонос все возможно вот ну посмотрим может быть да конечно раз в месяц я и буду давать у меня огромное количество всяких разных удобрений и вносить можно любые всесезонно можно вносить орхидеям вот такое удобрение которое содержит равное количество азота фосфора калия то есть будет равномерно все распределяться и даваться ну что ж перейдем к той красотке которую мне необходимо будет сейчас удобрить уже специальным удобрением для цветения но знаете вот адаптировалась она в принципе хорошо все нормально вот так недавно я вам ее показывала новая корешочки присутствует и все у нее нормально так что удобрять можно уже даже нужно почему вообще орхидея изначально выпустила цветоноса знаете пришла ко мне недавно моя покупательница говорит вот лена у орхидеи все хорошо все нормально все вот идеально она хорошо наращивает листья корни но не цветет какое-то продолжительное время да есть такое орхидей когда они вы знаете не знаю полгода год стоят и вообще никак не реагируют то есть не хотят свести при этом все у них и корни и листья все как надо но не цветет почему это орхидея хочет свести потому что и к ней был применен стимулятор аминокислоты которая содержит жива и ради фарм вот смотрите если ранее ваша орхидея ни разу не получала никакого стимулятора возможно ей просто не хватает всех различных вот это в микро и макроэлементов почему она и не цветет но так скажем у нее нет питания у нее нет того количества удобрений чтобы начать закладывать цветонос и бутоны вот смотрите вот это вот вообще вот препараты реаниматоры которые помогают наращивать корневую листья стресс переносить ну и в общем всего много хорошего полезного даже вот эти вот различные стимуляторы все они содержат азот фосфор калий вот этот нпк он обязательно должен быть этот препарат содержит более 40 элементов в том числе и и целен витамин аминокислоты фитогормоны также вот этот стимулятор ради фарм в нем здесь нет нпк есть в нем нк то есть п фосфора в нем нет и вот именно этот состав нк азот и калий он именно дается для стимуляции все равно здесь содержится цинк азот калий и орхидея будет хотя бы что-то получать поэтому ребят все равно как ни крути но орхидеям необходимо для их цветения давать определенное удобрение вот она у меня проходила стимуляцию значит ей хватает различных удобрений и она решила цвести ну что ж теперь для того чтобы нам не просто зацвести в два бутона но посмотрим конечно видео я в будущем буду записывать но пока предполагается по ее бутонам где-то примерно 230 . может быть конечно не сильную роль сыграет и вот именно это удобрение для ее пышного цветения вот пышное цветение конечно мой могла бы от вот это вот орхидея не то чтобы могла бы дать она уже дает но если бы я изначально к ней к здоровой орхидеи применила вот этот вот препарат то именно такой бы эффект и был но это орхидея она после болезни после адаптации и пышного цветения может не дать ну конечно посмотрим и спробуем в наличии он у меня есть можете приобретать и также почту я могу его отправить в нем содержится азот 10 фосфор 54 и калий 10 то есть огромное по отношению к азот и калию содержание фосфора что это дает это дает нам хорошая красивая пышное цветение вот здесь вот вообще производитель пишет что он вносится именно для листовой подкормки ну что ж пойдем от обратного конечно посмотрю поэкспериментирую мы все привыкли орхидеи уже удобрять и вносить в корни то есть корневую подкормку делать но думаю что ничего страшного в этом нет я развела делается вообще два с половиной грамма тире 3 грамма на литр воды я сделала полтора грамма на литр воды все хорошо перемешала и сейчас конечно же буду вносить изначально листовую делать подкормку просто листики протираем со всех сторон конечно как всегда желательно все это делать именно до обеда потому что пустицы у них открывается с утра и лучше всего они поглощают все то что вы им даете внесу корневую сделаю подкормку думаю что вреда никакого от этого не будет и должно быть все хорошо нормально и идеально потому что я содея придерживаясь пропорциям для орхидеи лучше вообще же она удобрение идет именно вот это это удобрение идет для различных растений не только для орхидеи и поэтому лучше всего не переборщить а дозировку уменьшить чтобы не случилось никакого химического ожога и всегда когда я стимулирую орхидеи либо вношу им удобрение я стараюсь полностью горшок погрузить в воду полностью весь грунт и все корни залить данным удобрением но знаете вот здесь вот я конечно налила вообще как бы предполагается и лучше всего делать относительно горшка поливать на 2 3 то есть одну треть оставлять но так как сам ствол у меня находится на поверхности он не находится там внутри поэтому я налила вот так сказать больше чем обычно также у меня есть вот эти вот две красотки которые приходили цветущими сейчас покажу как они выглядят они очень быстро хорошо адаптировались вот этот вот беглиб он наращивает сейчас цветоносик и вы знаете ранее вам также показывала что орхидея сушит цветонос вот смотрите у меня тоже сейчас вот казалось бы здесь наверху будет цветение а здесь она отсушивает но вот в этом месте она остановила свой рост и вот в общем конечно опасения у меня были повторюсь еще раз потому что нужно видеть новичкам допустим тем же у меня были опасения в плане того что у них вот такая вот но не совсем скажем так здоровая корневая я ее два раза именно проработала с м привикуром посмотрите какой отличный хороший и идеальный результат корни растут как щетка щеткой обычно так еще говорят и вот это орхидея то же самое и адаптируется тоже вам сколько множество хороших красивых кореш очков здесь также корни она начинает наращивать но смотрите у нее есть также и цветоносик вот он он растет также я эти орхидеи сейчас удобрила именно планта фулом для того чтобы они начали хорошо и пышно цвести если бы изначально конечно эти орхидеи еще бы не адаптировались у них бы не наращивалась корневая но соответственно здесь вот она листик наращивает там еще листа нет и орхидея при этом начинает цвести я бы ей никакое удобрение не вносила абсолютно потому что делать этого не нужно но по причине того что они еще просто не адаптированы бывает такое что орхидея новая магазина и начинает цвести я их никогда не удобряю если я вижу что она чувствует себя прекрасно новые корни новые листья тогда пожалуйста можно удобрять данную орхидею я полила сейчас она мне будет стоять и напитывается 30 минут конечно у вас различный грунт и время содержания именно в воде в удобрениях симуляторах она конечно различные и знаете вот у многих архиводов основном у новичков возникает такой вопрос но они вот смотрят красивый до фотографии в интернете там в группах на форумах различных красивый цветок с пышным цветением но предположим но не предположим уху в этой орхидеи красивое пышное домашнее цветение и может но такой вопрос да как вот как вот я часто такие вопросы читаю как вы вообще добиваетесь такого пышного цене как они у вас цветут пышно все элементарно вот всегда и везде его всем всего элементарно все лишь потому что зависит от состояния и здоровья растения если орхидея у вас вообще до того как ей зацвести она была у вас здорово хорошая отличная идеально корневая листья все на свете и вы при этом но вовремя начинаете у нас и вносить ей удобрение и если еще вот допустим с таким удобрением как это с большим и содержанием фосфора то у вас вообще будет идеально и красивое пышное цветение конечно можно вообще прибегнуть к различным удобрением вообще и различные удобрения берете но если вы хотите пышное красивое цветение орхидея должна быть здорово с большим содержанием удобрения фосфора все я вот конечно вот надеюсь что вот это орхидея будет пышно цвести но так знаете надежда то у меня наверное процентов так на 40 но все равно может быть дай бог орхидея и все я вроде бы сделала для нее нормально и адаптируется плюсом еще сейчас будет свистим и орхидея меня порадует своим красивым цветением я наконец-то узнаю как она у меня выглядит ребят на этом все думаю что вам было все понятно если что-то конечно непонятно обязательно спрашивайте в комментариях под видео обязательно подписывайтесь на мой канал я вам покажу очень много интересного и познавательного всем пока